всем привет в этом ролике я немножко расскажу про афанасьеву анну дмитриевну международного мастера среди женщин которая вышла в супер турнир в шляпинский супер турнир женский с первого места то есть выиграла проходившую в августе сапкинскую осень выиграла в турнире сапкинская осень заняла первое место шахматистка сильная международным мастером стала в 17 лет учиться сразу в двух вузах адыгейский государственный университет на педагога евральский горный на психолога была чемпионкой первенства мира парапиду и блицу девочек среди девушек до 16 лет в 2017 году многократная чемпионка первенства европы по быстрым шахматам чемпионка россии по шахматам среди девушек до 19 до 21 года и так далее в творчество анны я бы хотел представить следующей партии из сапкинской осени в партии афанасьева гаганова возникла вот такая примерно равная позиция после 13 ходов и вообще изучая ее творчество и обратил внимание что она стремится к длительной затяжной борьбе неплохо видит тактику но в целом миниатюр по крайней мере в турнире в котором она выиграла я не нашел здесь она сыграла d4 и если бы я на гаганова ответила ладья е8 то позиция сохранял но сохранялась позиции сохранялась примерная позиционная равновесие сложно сказать чтобы тут сделала она после д е она уже простым взятием на е4 с дальнейшим неожиданным взятием на е5 могла получить очень неплохой перевес черным чтобы не потерять качество приходится ослаблять королевский фланг другой стороны может быть им лучше отдать качество и пытаться по белым полям затеять контр игру возможно из-за этого она предпочла взятие конь бьет е5 и после точного ответа c5 игра практически уравнялась но в этот момент ее противница кстати в позиции разбегаются глаза от обилия возможностей за черных и ее противница не угадала она взяла на е4 и после cd конь бьет d7 выяснилось что взятие ферзь бьет d7 ведет к потере качества а после конь бьет d7 слон бьет h7 несмотря на то что черные могут отыграть пешку у них серьезные проблемы с королем и со слабыми пешками после g6 из массы перспективных продолжений она выбрала ферзь d2 что компьютерная программа которая у меня установлена неодобрея ну как неодобрея сохраняет перевес причем большой но были ходы которые давали перевес еще больше но после ферзь d2 игра становится более такой ясной и спокойной скажем на gf последует ферзь h6 шаг и белая заберут на d6 у черного короля проблемки белый чувствует себя в полной безопасности я на выбрала ход конь е5 и после разменов пары разменов осталось без фигуры которую реализацию лишней фигуры она провела на мой взгляд безупречно но опять же мой железный дровосек говорит что можно было играть более убедительно но по-человечески вообще никаких вопросов к игре анны не возникает то есть все лишнее разменяла и партия закончилась тоже шахматистка очень сильно очень интересная и от нее тоже можно вполне ждать отличного выступления как и от всех предыдущих которых я уже про которых я уже рассказывал спасибо за внимание с вами был международный гроссмейстер роман овечкин скоро будут следующие ролики а